Всем привет, друзья! Совсем недавно я стал счастливым обладателем своего первого в жизни автомобиля, который я приобрел здесь, в Австрии, около недели назад. И в этом видео я хотел бы поделиться своим опытом и, собственно, рассказать, через что мне пришлось пройти, для того, чтобы получить вот этот ключ, который я только что вам показывал. И я думаю, что вся эта информация, которой я буду сегодня делиться, она применима не только к Австрии, но и на самом деле к Германии и Швейцарии. Просто потому, что эти страны очень похожи между собой и все процессы в них, в том числе и бюрократические, выглядят похожим образом. Так что, если вы собираетесь становиться владельцем авто в этих странах, то продолжайте смотреть это видео и вы получите много советов, которые помогут вам сделать это максимально быстро и безболезненно. Итак, первый вопрос, на который я хотел бы ответить, это где, собственно, искать машину? Ответ, на самом деле, очень простой. В интернете. Я тоже как-то сначала думал, что, возможно, стоит попробовать поездить по автохаузам, которые находятся рядом, и там как-то на месте посмотреть, что-то попытаться найти и договориться. Но, на самом деле, это все оказалось не очень хорошей идеей, потому что, так или иначе, все эти машины, они выставлены в интернете. И, на самом деле, вы просто тратите много времени, когда вот ходите по этим бесконечным рядам и пытаетесь что-то выбрать. Я так попробовал, и в моем случае это не сработало. Я понял, что лучше всего это заходить в интернет и искать. Где именно искать? Сайтов, на самом деле, очень много, но, по-моему, такой самый большой и содержащий в себе вот почти все предложения, что только есть на австрийском и, в принципе, немецком, думаю, швейцарском тоже рынках, это автоскаут24.de, АТ и, наверное, даже есть ЦХ для каждой страны, соответственно. Вы даже можете просто заходить на DE, и там можно выбрать по фильтру страну. Это ни в коем случае не реклама. Все-таки у меня еще не такой большой канал, чтобы у меня покупали рекламу такие вот сервисы. Просто это очень популярный сайт, где все продают и покупают свои машины. Вот, я свою нашел тоже там. И, в принципе, все те варианты, которые я находил где-то иначе, я их потом в том или ином виде видел же на этом сайте. Поэтому, в принципе, я не вижу никакого смысла распыляться и искать в 10 местах, если можно зайти на один портал и там удобно отфильтровать и все, собственно, найти. Единственное, что имело бы, наверное, еще смысл, это заходить на сайты конкретных автохаузов. То есть, если вы нашли какой-то автохауз, который находится недалеко от вас, и, в принципе, про которые вы нашли хорошие отзывы, то вы можете попробовать зайти именно на сайт этого автохауза и пролистать их предложение, потому что оно может быть немного актуальнее, нежели оно есть на том же автоскауте от них. И, может быть, в этом найдете что-то, что еще просто не публиковано на вот этом большом портале. Почему я сразу начал говорить об автохаузах, а не о покупке машины с рук у частного лица? На самом деле, причин покупать именно в автохаузе достаточно много. Во-первых, вы получаете гарантированную законом гарантию. Когда покупаете машину у частного лица, вам гарантия никакой не предоставляется. Да, это гарантия, которая есть от автохендлера, она там ограниченная. Она распространяется только, по-моему, на ходовую и на мотор. Но, тем не менее, это хоть что-то, и это дает вам какой-то шанс того, что этот автохендлер будет, скажем, заинтересован в том, чтобы продать вам более-менее какую-то рабочую машину, а не какой-то хлам, потому что в случае чего, в случае серьезной поломки, ему придется бесплатно вам ее чинить. Второй позитивный момент, который говорит в пользу покупки машины в автохаузе, это то, что вы можете об этом конкретном автохаузе почитать отзывы. И я говорю сейчас просто про обычные отзывы на Google Maps, и как бы скептично, возможно, некоторые люди к ним не относились, мол, типа, их там все пишут, они там все накрученные, они там все ненастоящие и так далее. Лично мне они очень сильно помогли, потому что я хотел изначально покупать машину в одном автохаузе, но я почитал отзывы, и там пишут, что это как бы не совсем даже автохауз, а скорее такой какой-то базар, где действительно машины дешевые, ну, там дешевле процентов на 5-10, чем в остальных местах, но они там за ними как-то плохо смотрят, там нужно делать тест за свои деньги, когда в обычных автохаузах это делают как бы вам бесплатно. У них там как-то очень сложно можно выбивать пробефат, то есть тест-драйв. И я понял, что, в принципе, связываться, плюс к этому я еще прочитал один такой развернутый отзыв, как человек прям пишет подробно максимально, как он это проходил, все эти вот круги ада покупки машины именно вот в этом, у этого дилера, и что от момента подписания договора и отправки денег до момента получения машины прошло что ли там, то ли 4, то ли 6 недель. В общем, я понял, что я не хочу с этим связываться, и даже несмотря на то, что там был подходящий вариант, я перестал его рассматривать только потому, что я понял, что этот автохауз просто будет головной болью для меня. Ну и последний момент, который говорит в пользу покупки машины через автохауз, это то, что автохауз, собственно, юридическое лицо, и в случае возникновения какого-то конфликта у вас, скажем, немножко больше есть возможности что-то сделать через адвоката, как-то повлиять на всю ситуацию, нежели если вы купите у какого-то условного Ханса, который точно так же, как и вы, обычное частное лицо, и у вас, собственно, все сведется к тому, что у вас будет общаться ваш адвокат с его адвокатом, и, скорее всего, ни к чему хорошему это как-то не приведет. И да, я заговорил об адвокатах, потому что здесь это абсолютно нормальная практика, иметь, не с тем так, не иметь своего адвоката, а иметь страховку, адвокатскую страховку, которая стоит, на самом деле, не очень много, она там в порядке 15 или 20 евро в месяц будет стоить, которая позволяет вам в случае возникновения каких-то конфликтов совершенно спокойно обращаться к адвокату через страховую компанию, которая будет заниматься вашим делом. И поэтому, кстати, я рекомендую, когда вы будете покупать машину, до этого, за пару дней или за неделю до этого, обязательно заключить, разумеется, если вы живете в Австрии, а не просто покупаете и хотите потом дальше в машине уехать куда-то, вот если вы живете в Австрии, я рекомендую заключить сперва такую страховку, она называется Rechtschutzversicherung, и она позволяет вам в случае чего, в случае возникновения какого-то конфликта, который у вас, в принципе, может возникнуть после покупки машины, потому что, так или иначе, мы говорим сейчас о покупке Gebrauchtwagen, то есть о покупке БУ машины, там бывают всякие моменты, о которых даже может не знать ваш дилер, и тем не менее, когда он возникнет, тут уже все будет на совести дилера, когда будет он в той или иной ситуации вам как-то содействовать и, там, чинить машину, либо же он вам скажет, что вот вы купили, сами виноваты, или для таких случаев у вас должен быть какой-то рычаг воздействия, и вот эта страховка адвокатская позволяет вам обратиться к юристу, который будет заниматься этим вопросом, и с помощью которого вы можете все-таки добиться чего-то от своего автохендлера. Поэтому я советую именно перед покупкой, потому что если вы заключите страховку после, то это не будет работать, ибо вас вам скажут, что, ну, в общем, это будет немножко сложнее, чем, потому что, скажем, действие этой вашей защиты начнется после, собственно, оформления договора, и там, как бы, будут вопросы, имеете ли вы право, собственно, пользоваться этой страховкой. В общем, поэтому до покупки машины заключайте страховку, она стоит не очень много, но она поможет вам в случае чего избежать больших головных болей. Теперь следующий пункт. Стоит ли искать машину в Германии? На самом деле это очень очевидный вопрос, который я тоже себе задал. Почему я себе его задал? Ну, во-первых, потому что в Германии, очевидно, выбор намного больше, даже если сравнивать по тому же сайту Автоскаут, я не помню точных цифр, но там минимум раз в 10 выбор в Германии больше, нежели в Австрии, и, разумеется, там найти свою вот ласточку намного попроще. Но стоит ли это делать? Лично я для себя принял решение, что не стоит. По каким причинам? Первое, когда вы будете ввозить машину из Германии в Австрию, вам придется ее растамаживать. Это стоит примерно на машине стоимостью 20 тысяч евро, где-то плюс-минус 2-2,5 тысячи. За эту же цену, в принципе, уже найдете машину в Австрии. Да, машины в Австрии стоят дороже, чем в Германии, но просто если вы будете заниматься самим ввозом оттуда, то вы все равно эти деньги заплатите, и у вас как бы выйдет то на то. Так что смысла особого нет. Единственный плюс, который вы получите в Германии, это то, что выбор там действительно больше, но лично в моем случае, я не знаю, как это выглядит у других людей, возможно, я что-то сделал не так, но лично в моем случае у меня не получилось так, как я себе изначально представлял, что вот я приехал, просто выбрал машину, заплатил и сразу в ней уехал. Я сейчас буду рассказывать немножко дальше о том, как вообще выглядит весь процесс, но вот у меня он занял где-то примерно 3 или 4 дня от момента, когда я заплатил, и до момента, когда я смог забрать машину. Так что первый момент вам придется как-то туда приехать, посмотреть машину, и, скажем, вероятность того, что она вам прям сразу понравится, и вот вы ее возьмете, она, скажем, не очень высока, и тогда вам просто придется возвращаться обратно, там, не знаю, 800 или сколько километров, это на самом деле достаточно много. Но окей, даже если мы представим, предположим, что вот вы приехали, вам прям с первого раза все понравилось, все круто, вы решите, и вы решили ее взять, то я не уверен, сможете ли вы на ней сразу же оттуда уехать. Ну, скорее всего, наверное, как-то можно об этом тоже договориться, но если вот покупать машину прямо здесь, то это у меня заняло какое-то время. И что-то мне подсказывает, что вот прям так вот все сделать сразу, может быть, и можно, но это как-то нужно отдельно договариваться, это может быть какая-то проблема. Но мой все-таки основной аргумент во всем этом, это расстояние. Ехать действительно долго, и я думал, что на самом деле это как-то неважно, да, можно найти где-то там и подальше, можно скататься, но у меня по факту вышло 4 поездки в разные автохаусы, которые находились недалеко от меня, они там были максимум в радиусе 50 километров, это все равно у меня занимало, ну, достаточно много времени. И если бы эти автохаусы находились за 200, за 300, или там, не дай бог, за 500-600 километров, это бы занимало, не знаю, целую, наверное, там, ну, у вас просто выпадает, по сути, несколько дней из жизни, потому что вам нужно туда доехать, там, по сути, как-то посмотреть, и вы, скорее всего, в этот же день 7 часов обратно не поедете, вы там где-то переночуете. То есть вы теряете деньги, вы теряете время, и, ну, я не знаю, в моем случае оно того не стоило. Возможно, конечно, для кого-то, если вот вы ищете что-то конкретное, и вы не можете этот вариант найти в Австрии, плюс у вас машина не горит, потому что в моем случае мне нужно было машину достаточно как бы срочно брать, ибо я был без средств передвижения, и у меня сроки немножко поджимали. В общем, я для себя выбрал вариант покупки именно в Австрии. Если это ваша первая машина, я вам, наверное, все-таки рекомендую тоже поступить так, искать что-то, что будет недалеко от вас, и, собственно, совершать покупку там. Потому что, во-первых, вам нужно будет ездить туда несколько раз, во-вторых, если что-то случится с машиной, то обслуживание будет, скорее всего, тоже там, если будет представляться гарантия, то вам тоже необходимо будет машину возвращать туда же, где вы его купили. Если это будет за несколько сот километров, то это, опять же, головная боль. И, в общем, много-много таких вот моментов, которые говорят не в пользу того, чтобы искать что-то прям сильно далеко. В радиусе 50, ну, может быть, 100 километров, окей. Но если больше, это будет головная боль. Теперь же давайте поговорим о том, что, собственно, делать, когда машина мечты найдена. Алгоритм достаточно простой, но немного такой забюрократизированный, я бы сказал. Ну, и так, момент первый. Вы звоните или пишите хендлеру, договаривайтесь о тест-драйве. Здесь пока все понятно, все абсолютно без проблем. Дальше вы лучше всего еще по телефону задаете все вопросы, там, не бита, не крашена, с какими-то там, не знаю, какие-то дефекты у нее и так далее. Лучше все это выяснить, потому что, опять же, даже если автохендлер находится у вас где-то под боком, ну, все равно вы тратите время пока туда приехать и, там, не знаю, терять час своей жизни просто, чтобы приехать и узнать, что, ага, оказывается, машина там перекрашена и вы не хотите ее из этого брать. Ну, это как-то глупо, да. Поэтому лучше сформулировать все вопросы сразу же, там, где-то бумажки, все их по телефону задать. Если все окей, только тогда уже договариваться о том, чтобы вы приехали и, собственно, проделали. Всегда первый шаг, который необходимо делать, это делать тест-драйв, да, потому что приезжать сразу с мыслью, что вот вы только посмотрите, влюбитесь и купите, но это глупо, вам нужно будет сесть на машину, проехаться, посмотреть, как она себя там ведет, все ли вам нравится, как у нее интерьер, в каком состоянии и так далее. Поэтому в любом случае договаривайтесь изначально на тест-драйв. Это все выглядит несложно, вы просто говорите, что вот я хочу сделать тест-драйв, ждать каких-то там бешеных двух недель и так далее, как иногда рассказывают такие страшилки, вам не нужно. В моем случае это было либо же прямо в день в день, либо же на следующий день я мог уже получить тест-драйв. В общем, вообще никаких проблем. Сам процесс тест-драйва тоже абсолютно выглядит несложно. Вы приходите, показываете права, вам дают ключи и вас отпускают. Ну, в моем случае, опять же, это было так, даже никто не сопровождал, просто говорили, что вот у вас есть условный час, пожалуйста, как приедете, ключи просто отдайте. В этом все моменте, кстати, меня немного смутило, что никто, скажем, прям вот так вот сильно не заинтересован в том, чтобы вам продать машину. Ну, то есть, если сравнивать, не знаю, покупку какого-то чехла в каком-то, не знаю, магазинчике небольшом, да, то вот там вам скорее намного больше расскажут о продукте и как-то помогут вам выбрать, нежели когда вы покупаете машину за там 10, 15, 20 или даже больше тысяч евро. Я не могу сказать, что как-то кто-то был невежливым или вот как-то что-то пошло не так, но я просто постоянно чувствовал, что особого желания мне что-то продать у людей не было. Ну, то есть, у них было отношение такое, что, ну, хочешь вот понравиться, бери, не понравится, ну, как бы, извиняй. Это меня, конечно, немного тоже так, как бы, удивило, потому что я все-таки ожидал, что на таком, скажем, покупая такие вот товары, люди все-таки как-то немножко более заинтересованы в их продаже. Ну, да ладно, что-то меня унесло не в ту степь. Давайте продолжим обсуждение того, как выглядит, собственно, сам процесс покупки машины. Итак, мы позвонили, выяснили все детали по телефону, назначили термин, приехали и сделали проб и фадж, то есть тест-драйв. Дальше, следующим шагом, нам необходимо подписать договор купли-продажи. Это пока что только подписание договора без перевода средств. Перевод средств происходит после того, как машина проходит техосмотр. Кстати, в Австрии это называется пикель. Я, если честно, до конца не разобрался, что это такое. Это сам техосмотр или это бумажка, которая говорит о том, что машина прошла техосмотр. Ну, в общем, факт в том, что перед покупкой и, скорее всего, уже после заключения договора, машина проходит вот этот техосмотр и сам перевод средств должен произойти уже после того, как вам сообщат, что с машиной все окей. Вот, в моем случае это было на следующий день, после того, как я подписал договор купли-продажи, мне позвонил дилер на следующий день и сказал, что все в порядке, пикель сделали, с машиной все окей, никаких там моментов нету, и я могу, собственно, переводить деньги. После этого мне необходимо было найти страховку. Это, кстати, достаточно такой важный момент, и я не знал, что это будет, ну, не то, что сложно, но, скажем так, время затратно. В Австрии, как и, наверное, во всех странах Европы с этим все достаточно сложно обстоит, потому что нету какого-то единого способа, какого-то портала, где вы можете зайти и быстренько все найти, что вам нужно. Ну, точнее, есть всякие сервисы, которые сравнивают те или иные страховки, но, в общем и целом, если вы хотите получить нормальную цену, вам все равно нужно обращаться непосредственно в какую-то страховую компанию, отправлять им данные, ждать от них предложения, потом как-то с ними коммуницировать. В общем, на все про все у меня ушло где-то полтора дня. Но, ничего страшного, страховка была сделана, сразу же я с этой страховкой уже мог идти в так называемую Цюда Сунгсштейн, это место, где, по сути, регистрируют вашу машину и выдают знаки. И здесь я должен отдать должное вот этой бюрократической системе Австрии. Я, если честно, думал, что это как-то займет какое-то время, там придется записываться, на самом деле нет. Мне лишь нужно было сказать своей страховой фирме, в какую именно Цюда Сунгсштейн я пойду, чтобы они отправили им со своей стороны подтверждение, что я у них буду страховаться. И на этом все. Я сразу же, через 10 минут, после того, как я пообщался с страховой, я выехал в Цюда Сунгсштейн, туда приехал и буквально минут за 10 я все оформил, заплатил сбор. Это около 200 евро за, собственно, оформление машины и за получение номерного знака. И на этом, в принципе, все. То есть я уже был готов на этом этапе, по сути, забирать машину. Но так как мой дилер, у которого я купил машину, находился от меня в 50 километрах, я решил не совершать каких-то гирических поступков и ехать туда прямо в день получения знаков. Я просто договорился, что у меня они сами утром, то есть сотрудник этой компании, когда будут ехать на работу, он меня заберет и, собственно, привезет в свой автохаус, отдаст мне машину и я на ней уеду. Это, кстати, еще один момент, почему важно говорить, уметь говорить на языке и как-то договариваться с людьми, потому что это, скажем так, нестандартный сервис и по-хорошему я должен был бы как-то сам организовывать свой трансфер вот туда, но мы как-то так разговорились и я просто спросил а можно ли будет и оказалось, что этот сотрудник живет не очень далеко и он просто согласился меня подобрать и увезти. Так что, в принципе, такой, наверное, посыл, что если у вас есть какие-то дополнительные пожелания, вы можете совершенно спокойно их озвучивать, как-то спрашивать, не стоит переживать, как-то стесняться и бояться, потому что это все равно, скажем, какие любые переговоры, это просто вопрос коммуникации между людьми и если вы сможете нормально наладить эту коммуникацию, то, возможно, у вас получится где-то сэкономить деньги, где-то время и где-то просто сделать все намного удобнее. Еще один момент, про который нужно сказать, если вы оформляете каска, либо же частичная каска, вам необходимо будет отвезти машину на осмотр и это занимает совсем мало времени, опять же, в моем случае мне не нужно было делать никакой термин, я просто приехал в ЭАМТЦ, это типа автомобильного клуба Австрии, и у страховой компании, в которой я страхуюсь, были договоренности, или есть, точнее, договоренности с этим автоклубом, автоклуб делает со своей стороны осмотр, отправляя данные в страховую компанию, и если все в порядке, если на машине нет повреждений, то вам говорят, что с вами, собственно, заключают ту самую каску, либо же частичную каску. Теперь давайте поговорим про расходы, которые сопровождаются с покупкой машины. Про саму стоимость машины мы говорить не будем, здесь уже кто что хочет себе купить, единственное скажу, что нормальные машины здесь начинаются от 15 тысяч, то есть, если вы хотите машину не супер древнюю, хотя бы 17-18 года, с небольшим количеством пробега, то есть, до 40-50 тысяч, то это будет, в принципе, вне зависимости от марки, ну, скажем, не от 15, но минимум от 12 тысяч нужно будет заплатить. Возможно, где-то в Германии будет дешевле, но вот конкретно в Австрии, сколько бы я не искал, это минимум, который мне удалось найти. В RU был еще один вариант за 11, но это был Volkswagen Polo, который прям совсем-совсем такой самый вообще минимальный бюджетный вариант. Все, что хоть более-менее с каким-то комфортом, минимальным, да, это вот 13, 14, 15, такие вот на такую сумму стоит рассчитывать, купить за пару тысяч евро здесь машину, вот как у нас любят рассказывать, что прям в Европе там за пару тысяч классные машины, нет, это абсолютно, опять же, в Австрии как бы неправда, ну, просто потому, что здесь вот рынок цен такой. Итак, по поводу сопроводительных расходов. Во-первых, вам придется ежемесячно платить страховку. Это обязательно, этого требует закон, логика у них такая, вам нужно как минимум иметь так называемую Haftpflicht Versicherung, то есть страховку от нанесения ущерба третьим лицам, чтобы, когда вы купили машину и выехали из там салона или от автохендлера, чтобы вы не въехали в какой-то, не знаю, майбах, и вам не пришлось продавать свои органы, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб, государство обязует вас оформлять как минимум вот эту Haftpflicht Versicherung, то есть она не будет покрывать ущерб вашей машины, если вы виноваты, а будет только покрывать ущерб, который вы нанесли третьему человеку. Но, соответственно, если вас въедут и вы будете не виноваты, то страховка того человека, который в вас въехал, вот, собственно, она будет покрывать этот ущерб. Стоимость такой страховки не дешевая, даже такая самая минимальная страховка, она пипец какая дорогая. Я, на самом деле, был немножко удивлен. Мои цифры, которые я сейчас буду называть, они, может быть, не совсем будут релевантны, потому что у меня накручиваются несколько факторов. Это, и там, у них считается, типа, молодой водитель, и это моя первая машина здесь. И, по-моему, на самом деле, больше ничего не считают. Для них главное, на самом деле, даже, вот, первая ли это ваша машина. Если это ваша первая машина, которую вы страхуете, в Австрии вам назначают, по-моему, это называется девятый, там, какой-то уровень, и, в общем, вам идет какой-то, там, чуть ли не максимальный мультипликатор. В общем, в моем случае, средняя температура по больнице, понятно, что там в одной страховке одна цена, а в другой другая, но вот общий, я где-то узнавал четыре или пять предложений, не узнавал, получал четыре или пять предложений. В общем, средняя цена, это вот это минимальная, которая не покрывает никаких случаев, кроме как тех, когда я в кого-то въеду. Это 150 евро в месяц, частичная каска, которая покрывает, в принципе, все, то есть, там, не знаю, пойдет какой-то град, не знаю, там, упадет дерево, разобьется стекло, еще там что-то, вот, опять же, в тех случаях, когда не я, прям виноват, но когда, через какие-то обстоятельства произойдет какой-то ущерб, это стоит 220 евро в месяц, и полная каска, когда будет покрываться в том числе и ущерб, который, собственно, я сам нанес, когда я сам виноват, это 330 евро в месяц, что на самом деле много, но, опять же, это максимальные мультипликаторы, насколько я понимаю, и вот, насколько я узнавал здесь у людей, у соседей, по крайней мере, они платят за полная каска 150-160 евро в месяц, это стандартная цена, я надеюсь, что через какое-то время мне тоже мою ставку понизят, сейчас это дорого, но деваться некуда, все равно без страховки здесь ездить нельзя. Важный момент, есть еще такое мнение, что, мол, можно найти страховку через так называемых страховых брокеров, я это попробовал сделать, у меня ушло, просто потратился день, по сути, впустую, то есть, я потратил 40 минут на общение, потом тратил время на ожидание, я не получил предложение лучше, нежели я нашел просто сам, сконтактировавшись с фирмой, со страховой фирмой, поэтому я не рекомендую тратить на это время, сейчас в интернете есть все контакты, есть, в принципе, везде, на всех сайтах есть калькулятор, вы можете совершенно спокойно сами все посчитать, и вам не нужно обращаться ни к каким дополнительным посредникам, это дешевле не будет. Потом, по дополнительным еще расходам, ну, понятно, придется платить за топливо, здесь оно стоит, я назову последние цифры на сегодняшний момент, это дизель 95 центов за литр, это опять же такая средняя температура по больнице, и бензин это евро 0,5, дорого это или не дорого, я не знаю, потому что у меня не было машины ни в Украине, у меня, у нас была машина арендованная в последнем месте в Черногории, в Черногории, по-моему, где-то что-то около евро, может, конечно, ошибаюсь, ну, там как-то бензин стоил, но мы это как-то особо, мы ездим немного, потом это особо не ощущали, вот, и также по расходам, здесь, конечно же, виньетка для автобана, это немножко нестандартная штука для Германии, в Германии такого нету, здесь вы как бы платите за пользование автобаном путем того, что вы покупаете специальную наклейку на лобовое стекло, она стоит 10 евро на 10 дней, 25 евро на 2 месяца и около 100 евро на год, это вот такая наклейка, которая позволяет вам, по сути, выезжать на автобан и если будете без нее, по нему ехать, вам выпишут какой-то конский штраф, так что лучше, конечно же, ее иметь, даже если вы просто проездом вот проезжаете, все равно нужно заехать на заправку, на ближайшую и обязательно купить вот виньетку, иначе могут покарать. И под конец, друзья, давайте, наверное, попробуем сформулировать какие-то финальные советы для тех, кто решает покупать машину в таких странах, как Австрия, Германия и Швейцария. Значит, первый момент, наверное, относитесь просто проще. Это вы покупаете просто кусок железа на какой-то срок, вы все равно его, скорее всего, продадите через пару лет, поэтому прям слишком как-то к этому подходить вот так вот скрупулезно и прям сильно переживать, ну, я бы как бы не стал вкладывать в это кучу времени, закладывать там несколько недель жизни, чтобы ездить куда-то в другую страну, там, смотреть на машину, потом тратить кучу времени, чтобы сюда привезти. Ну, мне кажется, нужно просто немножко проще относиться к этому. Если вы здесь собираетесь жить, купите здесь, попользуйтесь и продадите. Вы не потеряете слишком много денег по сравнению с тем, если вы будете прям пытаться вот максимально как-то сократить свои расходы. Правда, скупой платит дважды, поэтому я не рекомендую вот прям пытаться как-то вылезти из кожи вон, чтобы сохранить там лишнее 500 или, не знаю, 700 евро. Второй момент. При покупке машины думайте о ее ликвидности. Вам в любом случае придется рано или поздно продавать, поэтому если вы собираетесь покупать какие-то кабриолеты, либо же если вы собираетесь покупать какие-то марки, которые не пользуются здесь популярностью, здесь, кстати, например, не пользуются популярностью абсолютно там ни Ниссаны, ни Мазды, например, ни, не знаю, на самом деле здесь Land Rover, по-моему, вообще нету. Ну, конечно, не есть, но в общем в очень маленьких количествах. В общем, смотрите, это опять же можно посмотреть на сайтах, где выставляются машины. Если вы видите, что конкретно вот ваша марка, которую хотите купить, что их там 5 штук на всю Австрию, то скорее всего это плохая идея, просто потому, что эти машины не пользуются популярностью и вы потом с большим трудом будете эту машину продавать. Если вы покупаете Volkswagen, если вы покупаете BMW, то в принципе можно не переживать, потому, что этих машин здесь просто пруд-пруди и они совершенно спокойно покупаются, продаются, с ними особо каких-то переживаний лучше делать не нужно. Потом обязательно делайте тест-драйвы. Это прям вот обязательно, даже если вы какую-то машину себе присмотрели, он кажется, что она для вас идеальная, и вы вот уже готовы заплатить в нее, сесть и уехать, все равно обязательно сядьте, протестируйте, проедьтесь, выйдите на автобан. Если вы там переживаете, что как-то на вас посмотрят не так, не переживайте, я сам так делал, мы брали машину на час, вообще без каких-либо проблем мы выезжали на автобан и просто и пробовали в такой ситуации, в такой, поэтому большинство автохаузов смотрят на это нормально, опять же, все это вопрос переговоров, они в принципе спокойно относятся к желанию попробовать машину, поэтому пользуйтесь этим. Следующий совет, которым я, наверное, повторюсь, не ищите автохаусы слишком далеко, даже если перспектива сэкономить пару сотен евро кажется для вас какой-то слишком привлекательной, подумайте о том, что вам нужно будет туда, скорее всего, несколько раз приехать, вам может машина хотя бы даже не понравится и вы просто так потратите кучу времени на дорогу туда-обратно, вам нужно будет возить машину на обслуживание, если вам, если вы будете покупать гарантию, либо же она будет идти в комплекте, да и в целом, если у вас возникнут какие-то вопросы, вам нужно будет как-то машину показать, ну, вам каждый раз ездить туда-сюда кучу километров, ну, я не знаю, я все-таки не советовал бы этого делать и искать что-то в радиусе каком-то адекватном, чтобы вы могли там за час максимум туда доехать и решить свои вопросы. И последний совет, начинайте искать машину сильно заранее, чтобы не попасть в ситуацию, когда она вам вот уже нужна на вчера, у вас все еще нету и вы, по сути, начинаете выбирать уже из того, что там остается и по факту вы купите не то, что вы изначально хотели. У меня получилась частично такая ситуация, потому что мы отдали машину арендованную и нам нужна была машина новая, ее снова как бы арендовать можно было бы, но это стоит достаточно дорого и по сути ты просто так теряешь эти деньги и мы как-то в таком уже быстром режиме искали и то тут, то там у нас в один день было несколько просмотров машин. Это не очень хорошо, но все-таки я надеюсь, что моя покупка была осознанная, та машина, которую мы выбрали, нам действительно понравилась, но на самом деле я как бы изначально даже на нее не смотрел, то есть мы приехали смотреть на Volkswagen, но вот посмотрели Volkswagen в принципе как бы окей и я как бы дополнительно просто попросил еще мне показать BMW и вот я в нее сел, как-то проехался и понял, что она мне прям больше нравится и мы остановились на ней. Вот, поэтому в моем случае мне как-то просто повезло, если бы мне казалось BMW, скорее всего купил бы этот Volkswagen и ну я бы тоже наверное был бы там в определенной мере счастлив, но это было бы это была бы покупка такая уже принудительная просто потому, что нужно было что-то покупать. Что же, дорогие друзья, а на этом будем заканчивать наш ролик. Я надеюсь, что мой опыт был для вас интересен и вы смогли подчеркнуть для себя какие-то советы. Желаю вам удачных покупок, если вы на них решитесь и если будут какие-то дополнительные вопросы, то пишите в комментарии, я постараюсь ответить, потому что вот сам только что этот путь весь прошел и все еще свежо в памяти. До встречи в следующих видео и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok